Добрый день! Поскольку в названии доклада задействован термин мифологизация, я остановлюсь на его определении и сошлюсь на работе специалиста в этой области, известного советского филолога и исследователя мифов Софья Залмановна Агранович. Человек не может полностью объяснить мир и, по всей вероятности, не сможет. Но человек также не может и жить в необъясненном мире. Информации о мире у него мало, и чтобы объяснить мир, появляется мифологическое сознание. Миф понимается как форма сознания первобытного человека. Миф — это не сказка и, тем более, не бред. Это необходимая защита от множественной неопределенности окружающего мира. Путем домысливания мир объясняется. Миф сдерживает сознание и не дает ему распасться. Таким образом, миф необходим для создания и сохранения идентичности. Мифологическое сознание коллективно разделяемо. Если мы говорим о появлении индивидуального мифа, то это уже не миф, а признак безумия. Принадлежность к коллективному мифу открывает доступ к получению помощи от окружающих, к определенным ритуальным действиям, включая лечение. Мифы развиваются и со временем меняются на другие. Из мифа вышли современные наука, искусство и религия. Это знание успокаивает нас и как бы отстраивает от собственного мифологического строя. Хотя мы подозреваем, что это не совсем так, что не так мы и далеко от него ушли. Коллега тут пошутил, что сейчас религии трудно конкурировать с наукой, поскольку наука совершает чудеса практически каждый день. И я тут с ним соглашусь. Нельзя осознать миф, когда мы находимся внутри него. Вот мы, например, в основном считаем себя людьми современными и живущими вне мифа. Все сказанное о мифе вышли не про нас, а мы, безусловно, другие, и наше сознание не мифологично. Так ли это? Да, мы придерживаемся парадигмы научного знания. Это помогает нам в создании нашей профессиональной идентичности, дает пропуск в научное сообщество и доступ к высокотехнологичному лечению, если мы заболеем. И мы всегда готовы расширить наши устаревшие представления, сменить их, если они станут напоминать нам миф. Или мы также можем вернуться к предыдущему уровню сознания, если, к примеру, характер проблемы, которую нам предъявляет пациент, будет угрожать нашей собственной идентичности. Такие свойства мифа, как его архаичность, неосознаваемость, его мощная защитная охранная функция, его способность утилизировать тревогу и одновременно высокая степень искажения реальности сближает его с примитивными психологическими защитами. Можно предположить, что с мифологизацией болезни мы можем столкнуться у наших пациентов. И тогда к нам, как к специалистам, возникает два вопроса. Первый – это насколько мы готовы с этим работать. И второй – насколько мы осознаем собственную склонность защищаться от неопределенности, связанной с течением онкологического заболевания сходным образом. Готовясь к сегодняшней встрече и просматривая актуальные научные публикации, посвященные проблеме психосоматических соотношений, я в очередной раз убедилась, что, несмотря на разработанность проблемы и ее исключительную сложность, мы снова и снова возвращаемся к простым идеям почти 100 летней давности. Причинно-следственная связь между стрессом и возникновением соматического заболевания, существование органа-мишени, профиля психосоматической личности – они не доказаны. Но упорство в отстаивании приоритета психологических детерминантов некоторых соматических заболеваний, включая онкологические, по-видимому, имеет более глубокие корни, чем просто склонность к психологизации клинической картины. Поэтому я буду говорить об отношении к понятию психосоматика, которая сложилась у нас и у наших пациентов, и у врачей, с которыми мы сотрудничаем, и о его влиянии на существующую практику. На примере онкологических заболеваний я попытаюсь ответить на два вопроса, которые вы видите на экране. Почему онкологические пациенты, осмысливая причины своего заболевания, могут обращаться к эмоциональным потрясениям, утратам, конфликтам, которые предшествовали постановке диагноза. И почему в результате осмысления своего личного опыта работы с онкологическими пациентами снова и снова воспроизводятся специалисты, которые склонны игнорировать современные знания об различных онкологических заболеваниях, и которые продолжают в практической работе использовать представления о психосоматической природе рака. На мой взгляд, эти вопросы взаимосвязаны и крайне важны, поскольку рациональные представления некоторых психологов, психотерапевтов об идеологии рака крайне затрудняют наше взаимопонимание с врачами-онкологами. Это снижает авторитет нашей специальности и в конечном итоге не дает нам реализовывать в полной мере ту мультидисциплинарную модель оказания помощи онкологическим пациентам, о которой мы так много говорим. На всякий случай еще раз определю нашу позицию. Современные исследования не подтверждают связь между пережитыми стрессами, чертами личности, тревогой или депрессией с риском развития злокачественной патологии. Это большие, с десятками тысяч испытулных, когортные и проспективные исследования с продолжительностью наблюдения 6-8-9 лет, которые учитывают выраженность изучаемого фактора или вид рака. Группы в них формируются без участия исследователей, испытуемые здоровы, но имеют один из опытов, таких как стрессовые жизненные события или депрессия. Результаты, полученные подчас парадоксальны, так, например, в группе женщин, переживших очень сильный стрессовый эпизод, заболеваемость рака молочной железы ниже, чем в группе женщин, чей стресс был умеренной силой. Подробнее ознакомиться с обзором исследований можно в статье по приведенной ссылке. На чем же основывается рациональная позиция специалиста? Я предположу, что в значительной мере ее существование может быть объяснено в той вторичной травматизации, которая возникает при работе с пациентами, переживающими ситуацию онкологического заболевания. У специалиста происходит актуализация собственного страха заболеть, страха утратить контроль над своей жизнью, актуализация своего страха смерти, страха своей смерти. Попытка вернуть этот контроль может разрешаться через не вполне осознаваемое желание вылечить пациента, имеющимися у него в распоряжении средствами. Нельзя, конечно, не учитывать тот факт, что как разделение мифа о заболевании, принадлежность к общему коллективному мифу нам облегчает усыновление контакта с пациентами и имеет значительный сугестивный потенциал. По моему личному наблюдению, ряд специалистов, которые декларируют психосоматический подход, используют его скорее как объяснительную модель для пациентов, а на деле занимаются психологическими реакциями на болезни, работают с онкоассоциированными симптомами депрессии, тревогой, тотальной болью. Несколько за рамками темы остается факт, о котором, однако, я не могу не упомянуть, а именно, что подобный подход обладает несомненной коммерческой привлекательностью. Другая важная причина, возможно, заключается в глубине и сложности конфликта между эмоциональным и когнитивными уровнями восприятия пациента нами и его онкологического заболевания. Эмпатийно реагируя на интенсивные эмоциональные переживания пациента в процессе осознания диагноза и прохождения лечения, психолог, психотерапевт может частично присваивать их и пытаться рационализировать. Возникающие противоречия он разрешает регрессии своих когнитивных представлений. Безусловно, упрощенно понятая психосоматическая модель онкологического заболевания намного проще, чем малопонятная сложная модель актуального знания и успешнее поэтому справляются задачи снижения собственной тревоги специалиста. Таким образом, мы можем констатировать, что миф работает. Посмотрим на проблемы с точки зрения пациента. В исследованиях Валентины Алексеевны Челковой и Елены Викторовны Пестревы, которые проводились в МИДС Петрова, у пациентов спрашивали о причинах заболевания, как они их понимают. От четверти до более чем половины опрошенных среди факторов риска называли такие, как наследственность, вредности, гормональные нарушения, травмы и причины психологического свойства. Чрезмерное нервное напряжение в течение жизни, утрату близкого человека, стресс, как факторы отмечают больные злокачественными лимфомами, 26% пациенток с раком молочной железы, 29% больных с раком легких, 63% пациенток с онкогинекологическим раком считают, что причины болезни у них носят психогенный характер и связаны со стрессами, переживаниями и семейными конфликтами. При этом Валентина Алексеевна Чулкова отмечает, что в большинстве своем для онкологических пациентов характерно сохранение своей прежней идентичности. И до обнаружения у них опухоли они не чувствуют себя больными, не считают себя больными, не обращают внимания на признаки болезни и порой даже их игнорируют. Если сопоставить эти два наблюдения до и после объявления диагноза, то мы увидим, что те же самые пациенты, которые после получения диагноза сообщают психологу о высоком уровне дистресса в анамнезе, успешно до этого справлялись с ним, не переживали его так и не ощущали. По-видимому, мы здесь имеем дело с реакцией пациента на получение диагноза. В силу работы игнорирования сообщение о заболевании раком всегда является неожиданным и вызывает у пациента психологический шок. Мы только что слышали об этом в предыдущем докладе. Актуализируются те психологические защиты, которые позволяют личности сохранить собственную целостность. Они будут работать в течение всего периода психологической адаптации заболевшего человека, процесса коррекции его отношения к болезни, лечению, создания внутренней картины болезни. Отмечено, что по мере осознания злокачественного характера болезни пациенты в большей степени начинают говорить о причинах своей болезни, в том числе о психологических причинах. По-видимому, это необходимо для восстановления прежней или формирования новой идентичности. Склонность пациентов к поиску причин болезни в своей личной истории, в отношении с другими людьми в значительной степени, на мой взгляд, соотносится с таким этапом принятия болезни, как гнев. Уровень эмоциональных переживаний пациента, его ранимость, его травмированность предъявляют особые требования к профессионализму онкопсихолога. Он работает с категориями качества жизни, внутренней картины болезни, и ему необходимы знания о специфике различных раков, о методах их лечения, о факторах риска. С другой стороны, нужен собственный эмоциональный опыт, высокий уровень осознания своих эмоциональных реакций и способность работать с экзотенциальными проблемами. Необходимы развитые навыки критичного консультирования и практический опыт работы в клинике онкологии. Базовая подготовка онкопсихолога включает в себя изучение специфики психологического состояния пациентов на разных этапах онкологического заболевания. Она готовит к возможному регрессу в психике пациента, встрече с его иррациональными, бифаглоизированными представлениями о своем заболевании. Для работы на этом этапе специалисту онкопсихологу понадобится способность переносить высокий уровень неопределенности и умение сохранять профессиональную позицию. А излишнее присоединение к позиции пациента не позволит оказать ему необходимую психологическую помощь. В заключение, я хочу познакомить вас с краткой анкетой, которая сейчас готовится апробированной и готовится к представлению врачам для того, чтобы мы могли узнать, каково отношение практикующих врачей к обсуждаемой проблеме. А нам с вами, я в качестве небольшого теста на сформированность собственной профессиональной позиции предлагаю ответить на первый вопрос из этой анкеты. Для себя. Как вы считаете, является ли рак психосоматическим заболеванием? Благодарю вас за внимание.